Всем привет! С вами снова я, Анна, и в этом видео я хотела бы поделиться с вами, как я сделала ирисы. Всех, кого эта тема интересует, оставайтесь со мной. Цветок ириса состоит из трех лепестков, которые заворачиваются наверх, и трех, которые опускаются вниз. Для того, чтобы сделать такой цветок, нам потребуется белый, голубой, синий и желтый бисер. Сначала я покажу, как я сделала верхние лепесточки. Для того, чтобы сделать один такой лепесток, потребуется проволока. Один кусочек проволоки 10 см, другой кусочек проволоки длиной 70 см. Я прикрутила один к другому, и теперь начинаем работу. Для начала на основу, то есть на коротенький кусочек проволоки, наберем 12 белых бисерин. Затем на длинный кусочек проволоки, наберем 5 белых бисерин и столько голубых, чтобы проволока дошла до верху и развернулась вниз, пошла. Так как край у моего лепестка состоит из темно-синих бисерин, то сейчас самое время набрать 5 темно-синих бисерин. Далее я набираю синие и несколько белых, так чтобы они начинались примерно чуть-чуть ниже, чем верхняя белая бисеринка. И так веду проволоку до конца. То же самое я делаю теперь с этой стороны. Я набираю на этот кусочек проволоки столько голубых бисерин, чтобы дойти до верха, окрутить проволочку и набрать 5 синих бисерин. Потом снова голубые, белые и опускаюсь вниз. Бисеринболез Дальше, когда я уже оказалась снова внизу и перешла на другую сторону, я снова набрала белых, так чтобы они были немножко ниже последнего белого ряда, и голубых, столько, чтобы они дошли до синих бисерин. Далее я беру проволоку и провожу ее с изнаночной стороны на лицевую, и провожу ее как раз между темно-синей бусиной и первой голубой. Далее я снова делаю отступ. Отступ уже будет состоять не из пяти синих бисерин, как было в начале, а только из четырех. Теперь я снова набираю голубые и белые. Белые всегда начинаются ниже последней белой бисерины. Тогда получается, что у нас образуется как бы такая дорожка, которая уходит все ниже и ниже. То же самое я повторяю с другой стороны. То же самое я повторю еще два раза, но отступы у меня уже будут другие. Первый отступ был пять бисерин, второй четыре, третий семь, девять, и последний ряд, который я буду возвращаться, я его сделаю полностью синим. Когда лепесток один готов, самое время закончить работу. Это значит на длинненький конец, который остался сверху, надеваем одну угол синюю бисерину и загибаем этот конец наизнанку. Теперь у лепестка заостренная форма. Продолжение следует...